И камнем вниз, крылья, монет войне, уже недоступны мои номера, недоступны мои номера. Всем привет, меня зовут Богатейший Ди. В последнее время мы много и часто обсуждали основные факторы, которые повлияли на падение рынка. На эту быструю и резкую распродажу. Чёрная пятница на рынке криптовалют. Хэш войны. Расследование манипуляций на рынке со стороны тезер, просто перекупленный рынок, биткоин-катастрофа в средствах массовой информации и множество других вещей. Что касается технической картины, ситуация выглядит очень-очень брутально. Мы подходим к отметке в 100 миллиардов долларов по капитализации всего рынка. Это в 8 раз меньше, чем было на пике. Потери просто сумасшедшие. Имеют двухзначные цифры процентов. На это невозможно смотреть без эмоций. Но, ребята, обычно альткоины падали куда быстрее и охотнее биткоина. На этот раз всё совершенно иначе. Доминирование биткоина не растёт. Скорее находится в боковом движении. Это, наверное, ни о чём не говорит, кроме того, что альткоины падают с такой же скоростью. Кстати, закончив с хэш войнами, биткоин кэш начал следующее. На этот раз со Stellar. Давайте перейдём к анализу настроений на рынке. Google Тренды. Здесь можно увидеть интерес к биткоину на протяжении конкретного периода времени. И он растёт. Посмотрите, как он топает наверх. Достаточно бычий сигнал, да? Пап, это сигнал? Да кто его знает вообще? Давайте спросим у этого джентльмена. Может, он знает? Извините, сэр. Привет. Ну, здорово. Нам стало интересно. А является ли это бычьим сигналом? Я не знаю, мэн. Либо бычий сигнал, либо люди просто интересуются, почему биткоин упал. Я вам уже показывал этот график. По моему мнению, биткоин за 3000 долларов является той самой капитуляцией. Дном. Я чуть позже в этом видео объясню, почему я так думаю. Настоящие инвесторы думают десятилетиями, а не кварталами. Более актуальной рекламы на данный момент нет. Почему у нас метро такую рекламу не весят? Рекламируют всякую ерунду, блин. На самом деле, 10 лет и не нужно. Всего год назад многие семьи в Канаде и Америке кушали индейку с тыквенным пирогом и обсуждали биткоин как выгодную инвестицию. В то время биткоин шел на 10 тысяч долларов. Ты понимаешь, что тебе было хорошо лишь тогда, когда становится плохо. Месяц спустя биткоин стоил более 19 тысяч, а два года назад за него давали 700 долларов. О, старый мудрец! Сделай-ка милость, скажи, чему нас это учит? Это значит успокойтесь. Если вы, конечно, можете. Я знаю, слово холд в этом году приобрело черный оттенок. Потому что если вы холдите весь свой криптовалютный запас, то упустили прибыль. Множество людей определенно говорят вам, что делать или не делать с вашими биткоинами. Но это ваши биткоины. Никто не может вам указывать, что с ними делать. Но холдеры или люди, которые покупают и не продают, способствуют ценообразованию биткоина. Использовать биткоин как валюту возможно только тогда, когда его капитализация будет во много раз больше, чем сейчас. В 63 миллиарда долларов. Это слишком мало. И это причина такой волатильности. Для принятия и использования криптовалюты цена должна расти с этого момента. Только для того, чтобы получить это признание и обрести популярность. Поэтому я поднимаю бокал за тех ходлеров, которые упустили всю свою выгоду, чтобы поддержать цену биткоина. Честно говоря, это видео я делал с целью озвучить очень важные сообщения всем биткоин-холдерам. Прежде всего, я хочу объяснить, как я понимаю слово ходл. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Холд! Холд! И возможно мое понимание термина hold немного отличается от остальных, но я верю, что изначально это слово было направлено на укрепление долгосрочного видения в голове. Например, в 2011 году биткоин рухнул, а те, кто холдили его с тех пор, были вознаграждены аж в 2013 за свое терпение. После этого биткоин опять упал. Но даже те, кто купили тогда на пике и холдили, были вознаграждены в 2017. Заметили этот тренд? Да? Это была дичайше крутая и успешная инвестиционная стратегия, не требующая вообще никаких усилий со стороны инвестора. HODL не значит продавать, когда у вас есть прибыль. Не значит плавать на волнах пампи-дампа. HODL это держать всегда кусочек в игре. Вот в чем прикол. Биткоин с 2009 года часто испытывал бешеный рост по параболе, длительные брутальные падения, а после такие же жесткие откаты даже к еще более высоким отметкам. Термин HODL должен напоминать вам об этом принципе. Я думаю, именно поэтому этот термин и появился. А вы холдите, кстати? И еще кое-что. Биткоин обычно терял от 80 до 90% стоимости во время таких брутальных коррекций. Сейчас мы на отметке почти 81%. Отметка 3000 долларов для биткоина означает падение на 85% с его прошлого пика. Время ли сказать? Вот оно! Днище, которого все ждали. А те из вас, кто читает разные криптофорумы и натыкается на такие вот заголовки, как вы еще от депрессии не сошли с ума? Но на самом деле именно такие новости и должны вас будоражить и возбуждать, если вы мазохист. Нет-нет, если вы инвестор. Вы должны пугаться каждый раз, когда все вокруг демонстрируют бычье настроение на рынке и пребывают в эйфории от цен. Самая распространенная причина, почему люди теряли деньги на биткоине, это покупка актива во время его хайпа. Ты должен покупать тогда, когда страшно. Покупай тогда, когда льется кровь. Ты должен вбегать в это здание только тогда, когда оно горит. Ладно, хватит с меня налогий на сегодня. Думаю, вы поняли мой месседж. Инвесторы не дождались в черной пятнице, распродав криптовалюту. Это либо хороший троллинг, либо отличный момент для новых инвесторов. Какая-то бессердечная получилась шутка. Зато я не буду шутить, если скажу, что криптовалюту или другую валюту можно обменять с помощью моего мониторинга обменников в exchangesumo.com. Ссылка будет в описании. В любом случае, пишите свои мысли по этому поводу в комментариях, лайкайте, делитесь видео с друзьями и обязательно подписывайтесь на канал. А также не забывайте заглядывать по ссылкам в описании, где указаны мои ресурсы. Особенно телеграм. Именно там я публикую свои статьи, которые вы больше нигде не найдете. Спасибо за поддержку в такие трудные дни. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok